Многопрофильная поликлиника в центре Чебоксара вышла на финишную прямую. Сегодня ход работ на объекте проинспектировал председатель правительства республики. Подробности у Дмитрия Ковалева. Строительные работы пока продолжаются, но коридоры будущей поликлиники уже преображаются. Цвет настроения яркий и явно не больничный. Еще одна задумка дизайнеров – атриумы под стеклянной крышей. Здесь ограждение, это высокая стеклянная, и за ней защитные ограждения. То есть два ограждения. Там у нас дальше противопожарные перегородки, и вот здесь с МЛ-панелей надо везде их заканчивать. За одну смену в многопрофильной поликлинике смогут принять более 500 пациентов. Для инвалидов оборудовали специальные подъемники. Он нажимает на вот эту кнопочку. Кнопочка включилась, оборудование плавно опускается. Здесь существует небольшой порожек, чтобы никакого прыжка не было. Опустившись вниз, он плавно заезжает, нажимает кнопку уже на приборе, она поднимается наверх, и он спокойно переезжает дальше. Все это стандартно? Это все стандартно, но мы работаем над тем, чтобы от оборудования было еще лучше. То есть, ну, чтобы осадки уже как бы не влияли человека, чтобы было ограждение. Строительство поликлиники началось в июле прошлого года. Подрядчики работают ударными темпами с опережением графика. Здесь уже прокладывают инженерные сети, все остальное дело техники. В Минздраве уверяют, что многопрофильная поликлиника Чебоксар будет оснащена не хуже передовых медицинских центров Москвы. На днях сюда уже доставили рентгенокологические аппараты. Многопрофильная поликлиника снизит нагрузку на другие медицинские центры, отметил председатель правительства Иван Моторин. В приоритете доступная и качественная помощь пациентам. Современное оборудование, современные условия, естественно, это будет, я думаю, нравится и населению, жителям, ну и самим врачам. Основной вопрос – это оплата за вновь новые работы, которые не были учтены в первоначальном проекте. Открытие поликлиники намечено на конец этого года. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.